Об этом расскажет, что вы хотите сказать. Дорогие коллеги, я как хирург изложу точку зрения хирурга на эту очень сложную и важную проблему. Наша клиника хирургической медицинской академии имеет огромный опыт лечения пациентов. У нас большая хирургическая школа лечения портальной гипертензии. Что же происходит сейчас у нас? Конечно же поступление пациента с кровотечением, профузным, пищеводным. Это, будем так говорить, тревога. Мы собираемся всеми силами в отделении анимации. Но у нас есть волшебная палочка. Люди уже 30 лет благодаря международному консенсусу экспертов разрабатывают и помогают вырабатывать технологии, которые мы можем использовать на основе доказательной медицины. Вы видите, что уже седьмой консенсус Бобена прошел. Недавно совсем действительно. Что же произошло за это время? Изменилось ли что-нибудь? Мы ведь 30 лет идем вперед и, наверное, достигли каких-то целей. Да, все равно сохраняется огромное количество пациентов с портальной гипертензией. Большинство больных с внепеченочной формой портальной гипертензии переживут кровотечение до порядка 90% пациентов. А внутри печеночной формы портальной гипертензии где-то 50-70% будут с кровотечениями. В 80-е годы частота смертности от первого портальной гипертензии достигала 60%. Рецидив после первого портальной гипертензии в течение года у 70% и рецидив в течение двух лет почти у всех пациентов. Что же происходит сейчас? Мы видим, что смертность от первого портечения снизилась в 2-3 раза, рецидив также в несколько раз уменьшился, частота его, и рецидив в течение двух лет также в два раза примерно частота снизилась. Значит, мы идем правильной дорогой и рекомендации Бавена мы можем использовать дальше. Все правильно. Что нужно делать при поступлении пациента с кровотечением из вен пищевода или желудка при портальной гипертензии? Да, конечно, он должен быть помещен в отделение реанимации. Мы должны применить все возможные методы консервативной терапии в данную секунду. В первую очередь, это раннее введение в азоактивный препарат. Еще до эндоскопии мы должны применять один из трех препаратов с эндостатином, актериатитом или террепрессином. Обязательно максимально быстрое выполнение эндоскопического исследования с попыткой эндоскопического гемостата. Реаниматологи должны осуществлять ограничительную стратегию переливания крови. Было доказано, что при повышении гемоглобина до 90 грамм на литр, к сожалению, риск рецидива кровотечения повышается. Поэтому целевая цифра это 70-80 грамм на литр. Мы должны восстановить среднее артериальное давление, которое обеспечивает оптимальную перфузию органов, в том числе и печени. Обязательно назначается антибиотикотерапия. Это фторхиналоны или цифтриаксон цифозолина третьего поколения. Не рекомендуется использование ингибитора протонной помпы, если это изолированная протечения извинопищевода, нет язвенного компонента. И обязательно осуществляется профилактика энцефалопатии ламптулозой или антибиотиками, нестатывающих желудочно-кишечный тракт. Какие имеются требования к базоактивным препаратам, которые применяются сразу же? Этот препарат должен снижать портальное давление и риск от его применения должен быть минимальным. Ранее применялись нитропрепараты, а сейчас на данный момент от них отошли. Две группы препаратов, которые базопрессин и самодостатин. Их аналоги синтетические. Это ремистиктернепрессин и сандостатин-аккреатин. Они примерно одинаковые эффективности по снижению портального давления, но отличаются немножко по особенностям осложнений других систем. Кроме того, мы должны применять препараты, повышающие ковлюционные свойства. Чаще всего используется свежезамороженная плазма и тромбоцитарная масса при снижении тромбоцитов ниже 30 тысяч. Активаторы образования тромбопластина, это мзилат, ингибиторов и бринолиза могут применяться. И активация факторов свертывания с помощью новосовременных препаратов, в частности рекомбинатных факторов свертывания крови 7А, новосевен, коагил. Было доказано, что применение этих факторов у пациентов, особенно в группе ЧАО-ВЦ, улучшает возможность остановки кровотечения. Что же делать дальше? Пациента нашли кровотечение из варикозно-решильных вен пищевода, остановили его эндоскопически, о чем говорили коллеги на предыдущем этапе. Нужно осуществлять вторичную профилактику рецидива протечения, начиная с пятого дня назначаются таблетированные препараты, это бета-блокаторы. Причем вторичная профилактика должна быть дуплетом, то есть это бета-блокаторы плюс эндоскопические процедуры, которые позволяют уменьшить риск рецидива протечения. Обычно используется пропронолол, сейчас более широко стал применяться карвендиол, он более эффективен, но нет еще пока рандомизированных сравнений об эффективности этих двух препаратов между собой. Если же все-таки кровотечение не удалось эндоскопически остановить, что нужно делать? В данном случае действительно приходится ставить зону блэкмора, либо применять саморасширяющие металлические стенты по типу стента Даниша. При сравнении эффективности этих двух методов стент все-таки более безопасен, эффективность его выше, однако доступность в наших условиях значительно ниже. При кровотечении из варькозно-расширенных венц желудка все-таки литература свидетельствует о том, что необходимо применять инъекционный гемостаз цианокрилатом. Эффективность его, по данным литературы, все-таки значительно выше, чем эндоскопическое лидирование этих венц. Я более подробно остановлюсь на неэндоскопических методах гемостаза. Выделяют три основные большие группы неэндоскопических методов. Это традиционная операция азикопортального разобщения, портоковальные анастомозы и эндовускулярные вмешательства. Операции азикопортального разобщения, это операции, которые наиболее рано пришли к нам в хирургическую практику. Они заключаются в разделении портоковальных коллатералей в зоне пищеводно-желудочного перехода, пищевода и желудка. Эффективность их достаточно высока, но они сопровождаются очень высокой летальностью и, к сожалению, рецидент протечения через полугода-год у большинства больных. Сейчас появилась малоинвазивная технология азикопортального разобщения. Это лаброскопическая девоскулиризация желудка. Эффективный метод, щадящий, малотравматичный. Эти пациенты значительно быстрее восстанавливаются. Рецидив кровотечения реже возникает и значительно легче переносится пациентами, особенно с ЧАЛ-Б и ЧАЛ-Ц. Тортаковальные анастомозы. Тотальное шунтирование сейчас практически не используется, связанно с тем, что после наложения тотального шунта развивается кепатофугальный кровоток в воротной вене, прогрессирует печёночная недостаточность и энцефалопатия. Применяются селективные методы шунтирования. Это дистальный сприноринальный анастомоз. Накладывается между селезёночной веной и левой почечной веной. Этот анастомоз позволяет разгрузить вены с желудка и пищевода и остановить кровотечение. Этот метод, в принципе, можно считать радикальным у пациентов с подпечёночной формой портальной гипертензией. Когда нет, повреждения печени, функция печени сохранена. Такие пациенты живут десятилетиями, поправляются. У нас есть пациентки, которые после этой операции родили детей, живут нормальной, полноценной жизнью. Но у пациентов с ЧАЛД-П и ЧАЛД-С выполнить это оперативное вмешательство невозможно. Предложена операция малоинвазивного шунтирования лапароскопического. Вы сейчас видите кадр из фильма. Это операция лапароскопического наложения дистального сприноринального шунта. Выполняется по малоинвазивным технологиям. Переносит пациентов значительно лучше, чем традиционное дистальное сприноринальное шунтирование. И эффективность его сопоставима в отдаленном периоде. Если же у пациента имеется кроме варикозного нарушения венпищевода, кроме течения еще и диуретико-резистентный осыт, то выполнение этих шунтирующих операций невозможно. Поэтому в данном случае применяется парциальное шунтирование АШ-аностомоза малого диаметра, использованием аутовены. Это месентерико-авального аутоностомоза, который здесь проиллюстрируем. Он снижает портальное давление не только в гастроэцикогральной зоне, но и в месентерико-портальной зоне. И следующая группа большая вмешательств – это эндоскулярные вмешательства. Предложено порядка 50 различных процедур эндоскулярных, которые пытаются решить проблему лечения синдрома портальной гипертензии. В рекомендации БАВЕНа упоминается больше всего это трансплечёночное, портогавальное шунтирование, также операция баллонной и ретроградной трансфемнозной облитерации вен пищевода и желудка. Выделяют три основные группы. Мешательства направлены на эрадикацию вен пищевода, операции направлены на оккупирование портальной гипертензии и операции направлены на решение проблемы гиперспринизма, эмболизации селезёночной артерии. Эта методика может считаться радикальной у пациентов с левосторонней портальной гипертензией, изолированной портальной гипертензией. Трансфигулярное портосистемное шунтирование – это мини-инвазивная процедура, которая позволяет выполнить быстрый ревресс варикозное нарушение вен пищевода, остановительного течения. Кроме того, она коррегирует диуретико-ресистентный асцит. Но в этой процедуре, к сожалению, есть и отрицательные моменты. Развивается тотальное шунтирование в обход портальной печени. Это может привести к прогрессированию печёночной недостаточности. Мы видим, что по рекомендациям Бавена практически весь низ рекомендаций ссылается на процедуру ДИПС. В чём она заключается? Трансфигулярно пунктируется реврессная вена, катализируется правая печёночная вена. Выполняется пункция через правую печёночную вену правой бородной вены и устанавливается в пункционный канал стенд. Сейчас появилась возможность установить стенды с тетрафтор-этиленовым покрытием, которые не трампируются. Но эта процедура также может сопровождаться большим количеством осложнений, которые зависят от опыта хирурга. Вот видите иллюстрацию постановки стента с тетрафтор-этиленовым покрытием, стенд графта, который обеспечивает практически в большинстве случаев пожизненное функционирование ДИПСа при ожидании пациента, например, трансплантации печени. Сравнивали методики ДИПС и методики обычного шунтирования. ДИПС, к сожалению, проигрывает по всем показателям обычного шунтирования, кроме одного. Это малоэксплантная процедура, которая может выполняться даже у пациентов ЧАЛЦ и переносится этими пациентами достаточно хорошо. Таким образом, показания для процедуры ДИПСа – это упорно-рецидивирующее пищеводное кровотечение, несмотря на эффективность, если не достигли эффективности эндоскопического гемостаза, невозможность выполнения портоковального шунтирования у пациентов, чаще всего это с циррозом печени. Противопоказания процедуры – это, конечно же, процедура не применяется для предупреждения первого кровотечения, но и целый список осложнений или затруднений при постановке шунта, например, поликистоз, печень, неконтролируемая системная инфекция, сепсис, механическая желудка и так далее. Следующая группа эндоскулярных вмешательств – это эволюционные методики, в частности, у пациентов с артерией портальной фистулы радикальное излечение от портальной гипертензии – это эмболизация этой фистулы, пациент после эмболизации фистулы регулирует с портальной гипертензией, и пациент выздоравливает. Пациенты с надпечёночным блоком портального кровотока – это стеноз или акклюзия нижнеполовой вены, стеноз или акклюзия печёночных вен. Выполнение шунтирующих операций в этом случае невозможно или очень затруднено. Есть эндоскулярные методики – стентирование печёночного отдела нижнепула вены или баллонная дилатация этого сегмента позволяет купировать портальную гипертензию и излечить пациента. Стеноз, окклюзия печёночной вены, также баллонная дилатация и стентирование этой зоны в портальной гипертензии купируется. Группа процедур эмболизации левожелудочно-коротких вен желудка это конкурент или дополнение для эндоскопических методов лидирования вен пищевода и желудка. Эндоскулярно, трансюгулярно, транспечёночно выполняется катеризация левожелудочных вен и коротких вен желудка. Эмболизация или склеротерапия этоксиспиролом, иногда используется спираль, позволяет дополнить гемостаз эндоскопический. И интересная процедура, которая набирает обороты, это операция баллонной ретроградной облитерации варикозно-расширенных вен пищевода и желудка. В чём она заключается? Катеризируется через бедренным или регулярным доступом спонтанность к пленно-ринальной шуму. Циферка 7. При этом мы видим выраженное варикозное расширение вен желудка и переток контрастного препарата в вены пищевода. Выполняется на раздоте баллончика и в эти коллатерали вводится склерозант со спиралями, иногда клей. И полностью редуцируется весь бассейн коллатерали пищеводно-желудочного перехода. Процедура эта почти так же эффективна, как ТИПС, а осложнений значительно меньше. Хирургическая коррекция гиперсплинизма и лечение левосторонней портальной гипертензии. Это, прежде всего, эндоваскулярная окклюзия селезёночной артерии. Раньше применялась перевязка селезёночной артерии или скринэктомия. Эндоваскулярные методики значительно эффективнее, проще и безопаснее. Становляется эндоваскулярная спираль, которая окклюзирует селезёночную артерию, и купируется портальная гипертензия левосторонняя, или же корректируется явление гиперсплинизма. Иногда эту процедуру приходится выполнять повторно при развитии полатерали к селезёнке. Ну и крайняя хирургическая процедура – это трансплантация печени. Является самым радикальным методом лечения цирроза печени, портальной гипертензии. По неотложным показаниям выполняются единичные случаи трансплантации печени. Особенно в России, к сожалению, доступ к этой операции затруднён. Объём трансплантации печени, конечно же, на данный момент недостаточно. И коротко, в дисциплинарном подходе, мы здесь на слайде проиллюстрированы пять специалистов. Хирург, гриниматолог, эндоскопист, интервенционный радиолог, гастронтеролог. Конечно же, специалистов гораздо больше приходится использовать в лечении. Это тяжёлая группа пациентов. Это специалисты экстракорпоральной детоксикации, нутрициологи, инфекционисты и так далее. Конечно же, консилиум этих специалистов проходит в очень напряжённой обстановке. Вот как на этом слайде, видите, все бегают, шумят, кричат. И в это время работа у пациента кровью и падение давления. Анестезиолог пытается поставить центральный катетер. Конечно же, лечение этих больных очень трудная задача. Я надеюсь, что совместный подход лечения поможет нам найти правильный путь. Спасибо. Сергей Александрович, спасибо огромное за доклад. Я верующий. Мне кажется, что такое понимание о том, как всё-таки относиться к этой проблеме, несмотря на то, что мы врачи-эндоскописты, всё-таки нужно понимать, что проблема портальной гипертензии – это большая, серьёзная проблема. И все докладчики, которые сегодня присутствовали, сегодня с нами, сейчас и до сих пор с нами на связи. Светлана Борисовна и Алексей Александрович, я думаю, что вы присоединитесь ко мне, сказав, что действительно это большая мультидисциплинарная проблема. Тяжёлые пациенты с очень сложным патогенезом, с большой группой, на самом деле, причин развития портальной гипертензии, как надпечёночных, так и печёночных, так и подпечёночных. И здесь эндоскопия является очень важным методом лечения, как профилактики варикозных кровотечений, так и их лечения. Но, к счастью, мы не одни в этой вселенной, есть специалисты, которые работают вместе с нами, и которые помогают нам вести этих пациентов. Точнее, даже, может быть, в какой-то степени мы им помогаем вести этих пациентов. Поэтому, конечно, заниматься проблемами портальной гипертензии нужно только в мультидисциплинарной команде, только там, где есть представители всех этих специальностей. Но, с другой стороны, иметь легатор в эндоскопическом отделении, мне кажется, что это обязательно такая опция, такая же, как клепатор, инъектор и электрокоагулятор, потому что такой пациент может поступить, в принципе, лейкозное кровотечение может развиться у пациента на плановой гастроскопии. Не всегда эти пациенты идут на плановой гастроскопии в специализированные центры исследования. Светлана Борисовна, в заключении несколько слов. Ваше мнение, впечатление и на пустое. Евгений Геннадьевич, спасибо большое организаторам за столь и объявляющую конференцию, за все проблемы, которые мы обсудили. Я абсолютно согласна, что проблема портальной гипертензии в мультидисциплинарная. К сожалению, в нашем деле, не к сожалению, а в большом счастью, в нашей клинике. Сейчас есть возможность использовать этот эффект, в том числе регенерно-эндовоскулярных смешательств, и это очень продлинуло вперед нас. Единственная ремарка, которую я хотела бы сделать, что несмотря на малоинвазивность, очень важно найти грань между малоинвазивностью и радикальностью в лечении этих пациентов. Поэтому, конечно, не могу, как и доскать, не согласиться с методикой накладывается один, как анализации репостной пены. Но это же частности, которые, я думаю, мы обсудим в частной дистилете со вторами. И на ваше же внимание, обращаясь на то, что сегодня довольно познавательная была наша встреча, и абсолютно все секции портальной экстремпляции были обсуждены. Конечно, можно продолжать, но то, что мы сделали, то, что вы ему представили для определенного круга инвестрацистов, я думаю, будет очень полезно нам учиться действовать. Благодарю вас еще раз. Спасибо огромное. Я в отношении ремарок даже больше скажу, но, к сожалению, из-за времени просто, из-за физической нехватки времени, время такая жесткая физическая величина, которую неужать не смогли организовать дискуссию, что бы нам и очень хотелось, послушать вопросы из зала, организовать дискуссию и онлайн, и в зале. Поэтому я думаю, что над этим будем работать и в последующем придем. И, коллеги, буквально, с учетом того, что мы уже на 20 минут перебрали время, пару ремарок, буквально в течение одной минуты. И, Алексей Семенович, давайте начнем с вас. Пожалуйста. Во-первых, хотел бы благодарить организаторов и президиума за такую замечательную сессию. Я, как человек, который достаточно недавно начал пользоваться этой методикой, хотел бы сказать, что молодым коллегам необходимо, в первую очередь, изучать матчасть, во-вторых, читать наших авторов отечественных, потому что у нас замечательные школы. Ну, в первую очередь, хотел бы выделить Московскую и Ленинградскую школы, где очень много написано, сказано, сделано. Брать в руки инструменты, смотреть, как это делают другие. И это очень много выложено материалов и в Ютьюбе, и в других источниках. И начинать это применять в своих клиниках, добиваться того, что если, как сказал Евгений Геннадьевич, до сих пор еще легатор не имеется в распоряжении клиники, нужно его приобретать. Ну, а то, сколько устанавливает легатура, это в первую очередь зависит и от школы, и от научных воззрений. Но доказательная медицина говорит о том, что это возможно. Благодарю. Спасибо огромное. Александр Андреевич. Приближается к концу нашей сессии, и успевая сказать пару слов, мы практически не говорили о воссложнениях легирования в этот раз. И Мюкера Михайловна тоже отдельно просила сообщить, что мы о воссложнениях помнить должны, что они могут быть, но не должны их бояться до такой степени, чтобы не брать легатора в руки никогда. Поэтому, может быть, хорошо, чтобы никого не пугали осложнениями эскапических методик в этот раз. Да, действительно, знать об осложнениях возможных принципиально важно, но понимать физические пределы возможности легирования необходимо, и применять его к своей практике, хотя бы в экстренных ситуациях, конечно же, я призываю людей пытаться это делать, потому что в большинстве случаев они действительно могут спасти жизнь пациенту или ее продлить хозяйку. У меня все. Спасибо огромное. Очень хорошее получилось обсуждение у нас. Я хотел просто подчеркнуть, что, конечно же, в нашем консенсусе желательно участие не только эндоскопистов, хирургов, интернационные хирурги, а хотелось бы, чтобы тоже принимали участие, может быть, гипотологи и так далее. То есть, может быть, какой-то аналог консенсуса дворина. Спасибо. Спасибо большое. Ну, в заключение хочется сказать большое спасибо компании, которая нас здесь собрала в Долгомеде с компанией, представителем ТВ в России. Давайте дальше продолжать двигаться. Если кто-то постеснялся задать вопросы в зале, то, пожалуйста, мы еще здесь, можно пообщаться дальше. Спасибо большое.